Продолжение следует... И вот сегодня в Дубае, ну это не сегодня, это, скажем, неделю назад, были такие новости, что жители Дубаи могут получить освобождение от масочного режима при наличии заключений. И Управление здравоохранения Дубаи совместно с дубайской полицией начали выпуск соответствующих разрешений для местных жителей. Лица, имеющие медицинские заключения о наличии ряда заболеваний, могут подать заявку на освобождение от ношения маски на сайте Дубаи полиция. Речь идет о хронических заболеваниях, которые могут обостриться из-за ношения маски. А помимо медицинского заключения, необходимо личные документы приложить, в частности удостоверение ID Эмиратов. Медицинский комитет управления будет рассматривать запросы и процесс рассмотрения будет занимать до 5 дней. Решение об освобождении человека от ношения маски будет приниматься, исходя из оценки его состояния здоровья. Категории людей, которые имеют возможность освобождения от масочного режима, это страдающие грибковым дерматитом люди, особенно при кровотечениях, зуде и шелушениях на лице. Страдающие также аллергическим дерматитом, контактным дерматитом, контактной крапивницей, которые обостряются из-за ношения масок опять-таки на лице. Страдающие тяжелой инфекцией простого герпеса, поражающий рот, нос и лицо. Страдающие острым, неконтролируемым хроническим синуситом. И еще пациенты с неконтролируемой астмой. Люди с особыми потребностями, психическими и психологическими расстройствами. В управлении отметили, что освобождение части жителей Дубая от масочного режима направлено на обеспечение их безопасности, здоровья и благополучия. Несмотря на то, что они получат освобождение, власти рекомендуют им продолжать носить маски в общественных местах, чтобы уберечь себя и других тоже от заражения инфекцией. Вот знаете, друзья, здесь я, конечно, задумалась. Может быть, и вы задумаетесь и поправите меня, если что-то не так. На мой взгляд, мне кажется, что с одной стороны, богатым людям Дубая и некоторым нужно ходить без масок. Они не хотят ходить в масках, потому что они не хотят чувствовать себя в намордниках. Тогда под видом освобождения, вы когда будете видеть человека на улице, который идет совершенно спокойно мимо полицейского, вы будете знать, что у него есть освобождение. Вы улавливаете мои мысли, да? У него оно действительно есть, но только потому, что он купил это, оно богатое. Среди богатых будет распространяться свое освобождение за определенные деньги. Это и есть налог на воздух, который будут платить ежегодно люди, которые ходить хотят без масок. Под видом пока это все делается, астматиков под видом болезней. На самом деле у многих из них болезней не будет, но будет просто освобождение. Просто обычное освобождение без указания, что там у него выявили. Это должно быть так, потому что если каждому в документе указывать, что у него выявлено, тогда у какого-то богатого человека, араба, который идет по улице с гаремом, получается, что, в общем, они все освобождены от масок. Но они и так все закрыты своими вуальками, поэтому им-то все равно. А вот он сам, да, он будет освобожден от той самой маски. То есть сейчас начинается торговля воздухом, вот в пределах того, что якобы если ты болеешь, тебе разрешено быть без маски. Но это еще не все, друзья. Я здесь задумалась. Знаете, вот пойдете вы в поликлинику, в Европе это тоже сейчас есть, и Европа тоже этим занимается, то есть могут раздавать такие документы, где тебя освобождают от маски. Хорошо, вы пойдете. Вы встанете на учет как особо больной. А в свете новых моральных законов, что больным людям не место в обществе, и что их не нужно особенно лечить, то, друзья, вы сами на себя накликаете беду. С одной стороны, вам дадут короткое разрешение ходить без масок. И то это не факт, что дадут вам разрешение ходить без масок. То есть, что вам дадут официально, освободят вас. Просто скажут, что у вас недостаточно, вы больны, чтобы вас освободить от ношения маски. А с другой стороны, вот таких вдруг больных, ну это мне в голову так пришло, что это вполне может так быть. И вот таких больных будут брать на учет. И в случае чего, когда пойдет третья волна, допустим, то скажут, друзья, вам необходимо сделать какие-то прививки, потому что, чтобы у вас не развивалась ваша болезнь. И все. Их под вакцинацию, под укол, и они умрут в течение ближайшего года или трех месяцев. Я боюсь, что будет вот так. Поэтому, друзья, не бегите, не торопитесь получать эти пропуска от того, что вам не нужно якобы носить маски, что вам это опасно. С одной стороны, вроде хорошо, а с другой стороны, это палка о двух концах, друзья. Поэтому, прежде чем что-то сделать, сделать какой-то шаг и пойти в поликлинику и брать эти справки, подумайте, нужна ли вам эта справка. Я подумала вот об этом, тоже думаю, может быть, пойти взять как раз вот такую справку и не ходить в намордниках, и уже официально, и не прятаться. А с другой стороны, думаешь, пойдешь, а возраст-то уже не молодой, и что сделают, для тебя просто поставят на учет, чтобы при случае от тебя освободиться и выкинуть из нашей жизни. Хочется еще жить, друзья. Я думаю, вам тоже так же. Поэтому думайте, когда видите такие сообщения. Но вообще началась торговля воздухом. Воздухом торговля за счет справок. Вы мне справку, я вам воздух. Вы мне воздух, я вам справку. В общем, такая ситуация у нас с вами с намордниками, я хотела сказать, с масками на лице, которые существуют. Это, друзья, тяжело. Я не знаю, как кто ходит в масках, друзья. Это на самом деле реально тяжело. Я здесь выехала в магазин. Я живу, друзья, совершенно изолирована от людей. Я одна в своей берлоге и редко выхожу куда-то. Нет, гулять-то я хожу, конечно, но редко куда-то выезжаю. И каждый выезд для меня сопряжен. Все-таки нужно сесть на машину и проехать в то место, где есть какие-то магазины и какая-то цивилизация. Так вот, я... Нет, у нас не требуют еще особенно маски, друзья. Но, в общем-то, все, конечно, в масках ходят. Потому что сейчас вторая волна началась. И я надела маску, думаю, чтобы пройти мимо кассы, войти в магазин. Я вошла. Потом надела маску на подбородок и так хожу. Все меня видят, продавцы, работники. Никто не делает замечания, потому что... Ну, это глупо. Они и сами так ходят. И все, я посмотрела, люди тоже так ходят. То есть это как бы такое, знаете, масочное подчинение закону, которое, в общем-то, наполовину оно нереальное, ненормальное. А когда я выходила, я снова надела маску. И, в принципе, друзья, вот это короткие минуту и там две минуты обратно. Это все, что я... Я прибежала в машину, но я уже по дороге сняла эту маску, как только вышла за дверь магазина. Магазинчики у нас маленькие, друзья. Это не огромные шоппинги. Нет, это маленькие магазинчики. Я села в машину, и я не могла отдышаться. Знаете, почему? Я поняла. Не потому, что даже воздуха не хватало. Психологически было очень тяжело. Психологически это влияет на человека. Вот у тебя на лице надет намордник, и ты не можешь дышать. Он тебе мешает. Я пыталась говорить с продавцом. Он мешает мне. Реально мешает, друзья. Я не знаю, как вы ходите. Но это очень тяжело. Просто очень тяжелый процесс. И да, конечно, если будет возможность покупать такие справки, я, конечно, тоже куплю. Но я боюсь, что это будет возобновляемая справка, как проездной билет на поезд. Такой общий проездной билет. Или как проездной билет в автобусы. Вот так же будет проездной билет вам на воздух. Хотите дышать воздухом? Платите ежегодно или помесячно. Сначала будет так. А потом как будет, мы не знаем. Но это, да, продавцы воздухом. Они так очень запросто весь народ себе подчинили. Продавцы воздуха. А мы-то думали, что это фантастика. И в молодости я никак не могла понять, да как же можно воздухом торговать. А так вот и можно. Что сейчас маски одни, а дальше они будут. Как скафандры. На тебя наденут скафандр и заставят дышать в пластике через дырочку. То есть это точно легкие у всех будут поражены. Да, уничтожение, самоуничтожение цивилизации. Я Таня Карацоба, Сеидбурхан. Я Таня Карацоба, Сеидбурхан. Я Таня Карацоба, Сеидбурхан.